Всем привет! Доброе утро! Хотим показать вам места, где нам очень нравится ездить на рыбалку, а также показать исторические места Канады и немножко дороги и маленьких городков, которые встречаются по этой дороге. Надеемся, что будет интересно. Мы заезжаем в город, называется Смисфол. Примерно чуть больше часа ездит от Атавы. Это станция железнодорожная. Здесь проходит поезд из Атавы в Торонто. Там остановка. Телевский ресторан. Ресторан в Каме. Очень нравится нам этот городок. Здесь всего около 9 тысяч жителей. Небольшой, но очень такой приятный, очень милый. Сюда интересно приезжать летом. Зимой мы иногда приезжаем просто покататься. И погулять. Сейчас мы поедем через центр города. Редактор субтитров. Мы уже едем вдоль Ридоканала. Здесь одна из очень красивых, симпатичных остановок. Также здесь можно взять в аренду вот эти лодки. Такие небольшие яхты и сами покататься по Ридоканалу. Несколько лет назад мы узнавали, сколько стоит. По-моему, в неделю было около 2 тысяч долларов аренда. В Канаде сейчас забастовка работников ликероводочных магазинов LCBIO. И вот это одни из протестующих. Конечно же, народ, кто проезжает, это обязательно посигналить. Просто поддержать тех, кто сегодня целый день будет так сидеть под дождем или под солнцем. Субтитры создавал DimaTorzok Приехали мы спустя 2 часа на шлюзы. Прекрасное место, поют птички. Сейчас все покажем. Народ тоже на рыбалке. Интересно, поймали они что-нибудь? Но в этом месте несколько лет назад мы ловили хороших шуб. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас у нас пока две лудочки, удочки, поплавочные. Поплавки очень удобные. Сколько граммов? Пять граммов. Пять граммов. Очень легко закидываются. Очень подвижные. И легко реагируют на движение рыбки. Какой крючок мы зацепляем? Надеваем красивую мормушку такую. Это называется свадебное кольцо. Потому что здесь есть красивое такое кличко. А вот покажи, очень классно, очень нам нравится. Рыбе нравится. Да. И видно, что рыба тоже нравится. Да, рыба клеет на это. Вот покажи. Значит, нужно прицепить вот такой карабин. Почему? Потому что если рыба зацепляется, она начинает извиваться туда-сюда. И чтобы не запуталась леска, этот карабин вот так крутится свободно. То есть рыба не может запутать леску. А вторых, вот такая же идея наживки. Ну, здесь, конечно, нету колечка. Но зато она тоже красивая, блестящая. Какой номер крючка? Крючок номер 5, номер 4. Номер 4, да? Тоже грузило, грузило. Ну, тут нету грузило, но мы можем добавить, в принципе. Пока посмотрим. Пока не критично, да. Вроде течения нет, и можем обойтись без грузин. Сейчас мы поставим червей. Субтитры сделал DimaTorzok Саша только что поймал щуку. Круто! Класс! Но это совсем маленькая, да? Да, мы ее отпустим. Да. Класс, наконец-то! Ай! Совсем маленькая. Мы таких обычно не держим, не оставляем. Потому что она совсем маленькая, пусть живет. И растет большой. Музыка. 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 И когда мы говорим про маленьких рыбок, конечно мы не имеем в виду прямо таких, но этот, наверное, один из самых мелких, которых мы ловили. Такой вот маленький окунь. Конечно же, мы его сейчас отпустим. Как называется? Ротаны. По нашему ротану они прилипляются к камням. Там еще одна яхточка. Когда мы приехали, было очень тихо. И мы думали, что сегодня странно. Вроде суббота, выходной. Но практически нет лодок. Но нет. Просто была временная передышка. Продолжение следует... 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 Конечно, это хорошо, может пойматься щука, но также можно остаться без крючков. На прошлом Слюизе перестало клевать, поэтому мы решили переехать на другой. В этих местах, на шлюзах, также можно ставить палатки, как думаете, что вот там вдалеке? Да, это палатки, которые очень похожи на домики. Красота! Саня, потому что у нее такое желтенькое пузико. Блестит! Блестяще! Продолжаем наше путешествие по шлюзам. Едем на следующий. Да, вот здесь даже есть гостиница. Видео все занято. С виду так и не скажу, что действующий. Вид очень старенький. Что мы будем здесь делать? Нарочно покупать. Вкусно. Вкусно. Здесь такой даже интересный музей. в честь лейтенанта Джон Бай. Здесь можно присесть и посмотреть о нем фильм. Интересно? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали еще на один шлюз, уже последний на сегодня, уже конец дня, встали. Действуем по принципу, если рыба не идет к нам, мы идем к ней. Это место называется Rideau Lakes, озера Rideau, где канал проходит через озера и очень живописные места. Ну и, конечно же, много рыбаков приезжают с детьми, целыми семьями. Сегодня прекрасная погода, жарко, можно плавать. Субтитры сделал DimaTorzok Крапия? Да, большая. А Крапия это разновидность басов тоже, да? Да, бас, бас. Ну и что, пора нам ехать домой. Убегается шторм. Шторм. Точно? Да. И едем домой. Сегодня был интересный день. Мы проехались по четырем постсетациям шлюзов. Устали. И избежали дождя. О, я сейчас он нас нагнал. Было интересно. Надеюсь, я с вами вам. Все, до скорых встреч. Пока. Продолжение следует...